Несколько дней назад поступила информация о подготовительных работах для застройки на Сапун-горе. Работы приостановлены. Пока дальнейший статус их проведения непонятен. Там, конечно, необходимо провести раскопки, потому что там, по сути дела, эта стройка наступает на линию оборонительных сооружений. Обратил внимание депутат и на необходимость бережного отношения к памятникам и со стороны владельцев животных. Проводятся прогулки на этих самых лошадях. Хочу заметить, что вчера мы приняли закон, закон об административных правонарушениях, он находится здесь, передо мной. И там один из пунктов посвящен штрафам за неправомерное использование животных для коммерческих целей. Поэтому теперь у наших правоохранительных органов появляется возможность вполне адекватно реагировать на то, что происходит у нас на Комсомольском парке, в том числе на Сапун-горе. Застройка мыса Фиолент пока не начнется. Такое заключение вынесено в результате общественных слушаний. Возможность реализации рассмотренных вариантов обустройства зоны отдыха на мысе Фиолент, это вот включая ту самую тигровую мыс, о которой вы говорите, будет дополнительно изучена совместно с БУП города Севастополя, национальный заповедник Херсон-Ставрический, а также по результатам выводов рабочей группы и заключения ГУП РК Крым-Геология. По результатам данной работы будут проведены повторные слушания. Офисно-административное здание на мысе Хрустальной Вячеслав Горелов назвал градостроительной ошибкой и предложил свой вариант ее исправления, но только после судебного решения. Оставить там три или четыре этажа, поменять остекленение и надстроить это здание таким образом, чтобы оно, то, что от него осталось, вписывалось в ту структуру правого крыла, которая является такой греческий образец. Вообще, такую ошибку можно исправить, но для этого необходимо иметь соответствующее обоснование, в том числе правовое. Что касается диалога, давайте дождемся того, что нам скажут соответствующие органы и после этого уже будем понимать, в каком направлении мы движемся. Также депутат заявил, в городе собираются поставить памятник Потемкину. Предложено несколько мест, однако окончательного решения, где он будет находиться, пока нет. Дмитрий Слезовский, Гелевер Меджитов, информационный канал Севастополя.